МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения. Ваша информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Перспективы развития. Красноармейский район отметил свое 80-летие. Медвежья услуга для автолюбителей. В Чувашии активизировалась борьба со страховыми компаниями, нарушающими закон. Подарок малышам. В Чебоксарах началась реконструкция здания под новый детский сад. Как обеспечить устойчивое развитие экономики и социальной сферы Республики в 2015 году? Эту тему обсуждают сейчас во всех муниципалитетах вместе с депутатами, главами сельских поселений и лидерами общественного мнения. Очередная рабочая встреча состоялась в Красноармейском районе. Ситуация в Республике непростая. Дефицит бюджета составляет 3 миллиарда рублей. Значительно снизились доходы с акцизов на алкогольную продукцию, налоги на доходы физических лиц и другие виды налогов. Однако в Чувашии уже расставлены приоритеты и принят план действий по обеспечению стабильности в столь изменчивой финансовой обстановке. В нем предусмотрено 77 пунктов, назначены сроки и ответственные. На днях принято решение о выделении Чувашской Республики дополнительных средств из федерального бюджета. Общая сумма этих расходов составляет 566 миллионов рублей. Дополнительно придут к нам в Республику на дорожную деятельность. Из них 10-20 миллионов рублей на строительство новых социально значимых проектов. Здесь необходимо отметить, что на эти цели выделено федеральных ресурсов только 19 субъектов Российской Федерации, в том числе в Чувашской Республике. Планы Республики формируются из планов муниципалитетов. Так что часть привлеченных средств идет в Красноармейский район на строительство дорог с учетом новых стандартов для дорог с наименьшей интенсивностью движения. Это позволит в разы увеличить объемы строительства. Приоритетными останутся расходы на сельское хозяйство. Из положительных моментов хочется отметить то, что все-таки в районе растут посевные площади, если мы сравниваем с Республикой. Расчет производства зерна, в частности, в прошлом году производство зерна составило более 32 тысяч тонн. Это, можно сказать, рекордный урожай за последние 18 лет. 36 тысяч тонн в Красноармейском районе был в 1596 году. Именно на сельское хозяйство глава Чувашии предложил сделать упор. Цены на эту продукцию сегодня сложились самые благоприятные. А это значит, что продавая излишки со своих личных подсобных хозяйств, аграрии могут значительно пополнить свой семейный бюджет. Как и везде на подобных встречах звучали вопросы, будет ли глава Республики волонтироваться на новый срок. Отдельные граждане даже сочиняли стихи по этому поводу. Дорогой Михаил Васильевич, мы желаем вам от души, чтобы ваши все мечты исполнения нашли, чтобы здоровье было крепким, счастьем полнилась ваша семья, чтобы всегда вас окружали только верные друзья. После обсуждения итогов социально-экономического развития района состоялось торжественное собрание по поводу 80-летия образования Красноармейского района. Праздник прошел по всем канонам, с песнями и плясками. Жители увидели видеофильм об истории родного края. А по случаю юбилея Михаил Игнатьев вручил награды и благодарности. Ветераны Великой Отечественной войны получили юбилейные медали. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. На расширенном заседании Кабинета министров Чуваши обсудили итоги социально-экономического развития республики в 2014 году. В зале Дома правительства собрались не только руководители министерств. Сюда были приглашены депутаты, предприниматели, банкиры и общественные лидеры. Об итогах и планах в сюжете Елена Гальпериной. Открывая заседание, глава Чуваши Михаил Игнатьев отметил, практически по всем показателям 2014 год получился лучше, чем 2013. Выросли индексы промышленного и сельскохозяйственного производства, оборот розничной торговли, реальные денежные доходы населения. Удалось сохранить лидерские позиции и в строительстве жилья. Касаясь строительной отрасли, в прошлом году по предварительной оценке на 10% увеличились объемы строительных материалов, произведенных предприятиями Чувашской республики. В прошлом году республика вошла в число участников программы «Жилье для российской семьи». Что нам это дает? Участники данной программы получат безвозмездные финансовые средства в расчете 4000 рублей за 1 квадратный метр введенного жилья после подписания государственных контрактов. Конечно, прошедший год выдался непростым, однако многим предприятиям удалось не только сохранить, но и увеличить производительность труда, инвестиционные программы, объемы научно-исследовательских разработок. Благодаря поддержке правительства республики увеличились объемы госзаказа, как это произошло на Шамерлинском заводе спецавтофургонов. В 2014 году наряду с прочими мы достойно выполнили два важнейших государственных оборонных заказа. Это позволило заводу в текущем году получить от Министерства обороны новые заказы. Некоторые предприятия республики смогли повернуть неблагоприятную экономическую ситуацию в свою пользу, точнее увидеть образовавшиеся возможности и адекватно отреагировать. Надо признаться, девальвация российского рубля, произошедшая в четвертом квартале прошлого года, начала положительно сказываться на конкурентоспособности техники, выпускаемой нашим заводом, как на мировых рынках, так и на внутрироссийском. Это дает ожидания по росту экспортных продаж в 2015 году. На рассмотрении у нас сегодня уже находится, как бы часть подписана. Это заказы порядка более чем 30 машин в 5 стран мира. Подготовку к кризису, если можно так выразиться, в Чувашии начали заблаговременно. Еще в апреле прошлого года был разработан комплекс мер, и товаропроизводители смогли создать подушки безопасности, запасы прочности, подтянуть другие резервы. Несмотря на рост цен, пассивная компания 2015 по сравнению с прошлым годом обещает быть более успешной. Обеспеченность пассивным материалом больше, его кондиционность выше. Единственное, что повлияло на активность аграриев, подскочившие ставки по кредитам. Но руководитель Минсельхоза Чуваши успокоил коллег. Правительством Российской Федерации 27 января было принято решение по субсидированию процентов ставок по кредитам, исходя из ключевой ставки. Вот по короткостроительным кредитам мы теперь будем субсидировать от 17,4 до 17,6 процента процентов. То есть основная ставка, которая ляжет на сельхозтопроизводители, это где-то от 6-5 процентов. Я считаю, что это, ну как сказать, уже приемлемая ставка. На расширенном заседании были подведены итоги экономического соревнования между предприятиями республики. В своих номинациях победителями признаны АКОНТ, Шумерлинский завод спецавтомобилей, УАО «Лента» и Ядринский кирпичный завод. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев. Республика. Итоги социально-экономического развития подвели сегодня и в Новочебоксарске. Подробности в завтрашних выпусках программы «Республика». Крымские овощи и фрукты могут прийти на замену импортным. На полуострове сейчас начали возрождать виноградники, яблоневые сады и возводить теплицы. Одну из таких посетила чувашская делегация во время рабочей поездки в Республику Крым. Аграрии двух регионов наметили совместные планы работы. Подробности в следующем материале. Огурцы и помидоры здесь выращивают в огромных масштабах. 24 гектара тепличного хозяйства каждый год в этом комплексе собирают порядка 30 тонн овощей. Причем ручной труд на предприятии сведен к минимуму. За многие процессы, в том числе и за полив грядок, отвечает автоматика. Тут программа выстраивается, какая электропроводность должна быть. Ну, концентрация, PH, норма полива. И он сам работает нормально. Для поставщиков крымских овощей в российских регионах готовы создавать преференции. После введенного эмбарго на иностранные продукты на рынке появились свободные ниши. Их должны занять отечественные сельхозпроизводители. В республике Крым планируют закупать чувашский картофель, выращивать второй хлеб на полуострове сейчас накладно. У аграриев нет возможности орошать свои поля. Ну, а чуваши намерены приобретать в Крыму яблоки и ягоды. Мы с моим коллегой с чувашки стороны сегодня посетили еще другое предприятие по выращиванию фруктов, яблок, например. Есть определенные мысли, как можно наладить товарооборот между этими двумя регионами. Есть конкретные примеры, в частности и фрукты, и овощной базы. И между чувашской стороной, связанной, например, с производством картофеля, других товаров, которые здесь в дефиците. Соответственно, с нашей стороны можно поставлять в обратном направлении ту продукцию, которая интересна будет у вас, чуваши. Правда, первым делом необходимо разрешить проблемы логистики. Сейчас продукты из Крыма и в другие регионы возможно доставлять только через Керченский пролив. На баржах или же по воздуху. Ситуация изменится только когда через Керченский пролив проложат автомобильный мост. Ольга Пыричкина, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. Из города Симферополь. В Чувашии проведено учение по пресечению террористического акта. Оперативным штабом отработаны практические действия силовой группировки по учебным вводным. Подробности у наших коллег из пресс-службы МВД. 12 марта оперативным штабом по управлению контртеррористическими операциями в Чувашии под руководством министра внутренних дел Республики генерал-майора полиции Сергея Семенова проведен завершающий этап командно-штабного учения по пресечению террористического акта на одном из объектов массового пребывания людей. На учении мы планируем отработать алгоритм действий штаба при совершении нескольких террористических актов на территории города, проверить готовность членов штаба к планированным действиям подчиненных сил и средств при проведении КТО. Целью учения явилось повышение уровня профессиональной подготовки привлекаемых сил, а также отработка взаимодействия между подразделениями группировки штаба при решении служебно-боевых задач. Отработаны практические действия силовой группировки по учебным вводным. Поставленные цели учения достигнуты. Навязывание автовладельцам дополнительных услуг в сфере страхования стала основной темой брифинга, который сегодня состоялся в управлении Федеральной антимонопольной службы по Чувашии. Там побывала и наша съемочная группа. Эта негативная тенденция обозначилась еще в прошлом году. В Уфа собратилось почти 200 человек. Они посчитали, что при заключении договоров страхования ОСАГО были нарушены их права. С начала этого года 70 автовладельцев обратились в ведомство с заявлениями на незаконные действия только одной компании «Росгострах». В отношении ее не раз были вынесены предписания о нарушении закона и выписаны соответствующие штрафы. Общество было привлечено к административной ответственности за неисполнение предписания. Если гражданин, житель республики отказывается от иных видов страхования, не отказывать ему в страховании ОСАГО. Это вот один блок предписания. Второй блок – вернуть все те суммы, которые ими получены при страховании ОСАГО, как мы говорим, незаконно. Данные предписания компании до сих пор не выполнены. В дело вмешалась прокуратура. Слишком много стало обращений на этот счет. К ней подключились Роспотребнадзор, Центробанк и Уфас. Вот их рекомендации по этому поводу. Для того, чтобы получить страховку, нужно не позднее месяца обращаться. Не позднее месяца до истечения страховки. Когда уже столкнулись с тем, что истекло, то или ждать месяц после подачи заявления, или соглашаться на иные дополнительные виды страхования, и потом уже с них взыскивать. В управлении Федеральной антимонопольной службы надеются, что совсем скоро ситуация изменится. Ведь автовладельцы поняли, что закон на их стороне, и они будут отстаивать свои права в суде. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Наркополицейские отметили свой профессиональный праздник. Указ о создании Федеральной службы наркоконтроля был подписан еще в 2003 году. За эти 12 лет сотрудниками Чувашского ФСКН было сделано многое. От укрепления кадрового потенциала до создания специализированных экспертно-криминалистических лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием. Было выявлено более 4,5 тысяч преступлений. Изъято 400 килограммов наркотиков. Одним из главных достижений в ФСКН считают создание законодательной базы, позволяющей оперативно реагировать в экстремальных условиях. Борьба с организованной наркопреступностью – вот приоритетная задача органов наркоконтроля. Но лишь карательными мерами ограничиваться нельзя. Поэтому не менее важным направлением работы является первичная профилактика. У нее два направления – разъяснять здоровым, никогда не пробовавшим наркотики, молодым людям о вреде этих веществ. И лечить тех, кто уже успел вкусить смертоносное зелье. За последние годы по инициативе ФСКН России приняты федеральные законы, направленные на усиление ответственности за вовлечение несовершеннолетних в наркопотребление, распространение наркотиков среди молодежи, а также наркодилеров, занимающихся оптовыми контрабандными поставками наркотиков. Законодательно ограничен оборот кадыносодержащих препаратов, что привело к резкому снижению числа наркопритонов в России. Работу наркополицейских республики по достоинству оценили представители власти. Только в 2014 году более 130 сотрудников награждены государственными наградами. Нам есть чем гордиться, многое сделано, но еще больше предстоит. Результатов можно добиться, если налажена система продуктивных контактов и взаимопонимание между специалистами различных служб. Ведь цель у всех одна – пресечение незаконного оборота наркотических средств в Чувашии. Огромное спасибо вам. Это заслуга не столько моя, сколько нашей совместной деятельности. С праздником вас. Здоровья, здоровья, здоровья. И надеюсь на дальнейшее развитие нашего с вами сотрудничества. Спасибо. Кстати, Чувашское отделение по контролю за наркотиками признано одним из лучших по всей России. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Еще каких-то пару месяцев и школьники республики дружно заполнят загородные оздоровительные лагеря Чувашии. Но прием заявлений на приобретение путевок начнется уже 21 марта. Сейчас решаются организационно-технические вопросы. Как идет подготовка к старту, узнавала Юлия Важенина. Желающих попасть на летние каникулы в загородный лагерь, хоть отбавляй, в городе делать нечего. Уже третий год ускоряет процесс и облегчает жизнь родителям возможность подать заявку на отдых в электронном виде. В этом году такая кампания стартует 21 марта. Чтобы разгрузить автоматизированную систему в час пик, прием заявок пройдет в три этапа. Стартует поэтапно. Запись детских оздоровительных лагеря. Первый этап пройдет 21 марта. Это запись детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Потом 28 марта, тоже в субботу, будет запись детей, которые обучаются в районах, городах Чувашской республики, за исключением города Чебоксары и Новочебоксарской. Как обычно, наибольшее число желающих – это у нас город Чебоксары и Новочебоксарск. Там запись в детских оздоровительных лагерях будет осуществляться 4 апреля. Правда, каждый год мы вносим изменения, для того, чтобы избежать тех нюансов, для того, чтобы не было сбоев при записи. Программа работает таким образом, что по мере поступления заявления вставляется... Если предыдущий, тот, который подал раньше заявление, отказывается, то, естественно, очередь продвигается, но это дается следующим. То есть практически таких сбоев, когда без очереди не было. Многие детские лагеря сейчас разнообразят досуг ребят. Создаются даже профильные смены. Например, для детей школ искусств готовится фестиваль мозаика творчества. Он пройдет на базе лагеря «Звездный». В лагере «Рекрут» на базе «Долларомантика» можно будет совершенствовать военно-прикладные навыки. Готовятся смены для юных экологов, будущих айтишников и других одаренных детей. Курирует это направление Центр молодежных инициатив, а заявления будут принимать специально обученные операторы. В заявление вносится информация о паспортных данных родителя и свидетельстве о рождении или паспорте ребенка. Именно поэтому система исключает повторный ввод одного и того же ребенка для приобретения путевки. Согласно порядку предоставления путевок, путевку в загородный лагерь ребенок может приобрести однократно в течение года. Поэтому мы должны обязательно исключить такой коррупциогенный фактор, как приобретение несколько раз путевки в разные лагеря. Если оператор четко вводит данные безошибочно, это полностью исключает эту возможность. Здесь, конечно же, большую роль играет человеческий фактор. Но, как показала практика, в прошлом году операторы сработали четко и повторных заявлений в лагеря не было. Для того, чтобы поддать заявку родителям, достаточно прийти в школу, где учится их ребенок с документами и заполнить заявление. Кстати, эта система будет работать вплоть до окончания летней оздоровительной кампании. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Реконструкция здания, принадлежавшего когда-то вечерней школе, приведет к появлению в столице республики нового детского сада. На месте будущего дошкольного учреждения побывала и наша съемочная группа. Уже в этом году здание превратится в уютный дом для юных чебоксарцев. Будущий детский сад рассчитан на 185 мест. Будет 3 ясельный и 7 дошкольных групп. Он будет оснащен самым современным оборудованием. Реконструкция идет полным ходом. В рамках контракта уже выполнили демонтажные работы и параллельно возводим перегородки. Приступаем на данный момент уже к электромонтажам, сантехническим работам. И в соответствии с специальным контрактом сроки выполним. Под контролем главы республики Михаила Игнатьева проект партии «Единая Россия» детские сады детям реализуется в Чувашии уже пятый год. За это время в республике было построено и реконструировано 15 зданий детских садов. Основной целью, основной задачей данной программы это обеспечение всех нуждающихся местами в детских садах в 2016 году. То есть фактически ликвидация всех очередей. И в целом в городе Чебоксары данная задача также поставлена и делается все необходимое для достижения поставленной цели. В этом году планируется ввести в эксплуатацию три новых садика для малышей. В Финской долине, в микрорайоне Волжский-3 и на улице 50 лет Октября. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Прославленный земляк с героической судьбой. Во время рабочей поездки в Севастополь глава Чувашии встретился с контр-адмиралом Михаилом Бычкаревым. Он прослужил на флоте более 40 лет, а в годы Великой Отечественной войны даже командовал огневым взводом. С настоящим героем познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Здравствуйте. Я Павлович. Павлович. Да, я глава республики Чувашию, докладываю. Такой молодой, такой красивый. На его кителе не осталось свободного места от орденов и медалей. За все годы службы ветерану вручили более 50 наград. В комнате Михаила Павловича повсюду макета кораблей подводных лодок, коллекционные кортики и штурвалы. Он связал свою судьбу с флотом по призыву комсомола в 1939 году лучшего студента Казанского госуниверситета направили в Ленинград, военно-морское училище. Свою первую корабельную практику молодой человек проходил уже в Баку. И именно там его застало известие о начале Второй мировой. Прошло более 70 лет, но кажется, говорит ветеран, что это было только вчера. Нас спешно вернули в училище, посадили за парты и приказали за полгода кончить училище. Было принято решение о сформировании 25 морских стрелковых бригад. Михаила Бочкарева направили в одну из стрелковых бригад и даже назначили командиром взвода. Огневая батарея вступила в бой под Москвой. В декабре 1942-го они заняли прочную оборону у деревни Пронина Новгородской области, чтобы не допустить немцев на стратегические рубежи. Командир был тяжело ранен, а после госпиталя его отправили на Северный флот. И плавал там всю войну до конца войны на малых охотниках за подводными лодками. Кстати, должен сказать, наш дивизион единственный на Северном флоте и не только на Северном флоте. Он единственный, который имеет три почетных наименования. Он был до нас. Я пришел тогда, он был краснознаменным. Так что я, бывший в этом дивизионе, стал второй раз в войну гвардейцем. Звание контр-адмирала ему присвоили уже на Черноморском флоте. Здесь он долгое время работал заместителем командира по тылу. На родину в Чувашию Михаил Павлович не приезжал давно. Сейчас он проживает в Севастополе и пишет книги. Уже удалось опубликовать рассказы о военной службе и своей юности, которую он провел в деревне Кожевиное Порецкого района. Моей настоящей метрической выписи значится, что я родился 3 декабря 2018 года в деревне Кожевиное Сиявской области Алатовского района Симбирской губернии. С историей Черноморского флота Чувашская делегация познакомилась в музее Севастополя. В этих залах выставлены по-настоящему уникальные экспонаты, документы и личные вещи адмиралов, подлинные орудия, мечи, сабли, корабельные пушки и флаги. Вообще многие гости Севастополя замечают одну интересную деталь. В городе повсюду, буквально на каждом шагу установлены пушки. Причем это не просто макеты, а реальные орудия, которые защищали крымские берега от захватчиков. Ценную коллекцию сохранили даже во время Второй мировой войны. Она стреляла на полкилометра с крепостной стены. Интересна судьба этой пушки. Вы знаете, в Великую Отечественную войну, когда надо было спасать материалы музейные, их эвакуирование на Кавказ поначалу. От экспонатов со времен создания флота до современных орудий, восьми залах, вся история Черноморского фортпоста, которому не раз удавалось защитить свои берега от врагов. Сейчас в Севастополе готовят целую программу для военно-исторического воспитания молодежи. В город-герой на познавательные экскурсии приедут и ребята из Чувашия. Митрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика, из города Севастополь. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин